И на первом месте. Вы готовы? Вы готовы? Барабанная дробь это... Всем привет, меня зовут Даша. И сегодня будет видео такое два в одном. Это лучшие книги весны и отзыв на одну книгу, на трилогию. Дело в том, что эта трилогия входит в список лучших книг. Итак, третье место у нас занимает из прочитанного мною весна 2019 года «Люблённый опион» Лиза Си. На самом деле, эта книга заняла бы первое место. Дело в том, что мы ему немножко по утихли. Дело в том, что я её перечитывала. И поэтому она менее ярко кометы пролетела на небосклоне моего чтения. Если можно так выразиться, по-моему, слишком витиевато. Да, это книга о девушке, которая должна была выйти замуж по любви, но судьба распределилась иначе. Это одна из самых необычных книг, которые я читала. Дело происходит в деле в Китае, но можно много узнать о традициях того времени и даже политической ситуации в стране, хотя как раз этому отведено меньше внимания. Второе место занимает как раз та трилогия, о которой я хочу вам сегодня вкратце рассказать. Это Зильбер, первый дневник П. Зильбер, дневники Снавильдини. Этих дневника три. Значит, первое, второе и третье. Автор Кёрстен Гир, та самая, которая написала Таймлес. Я, когда показывала эти книги в своих покупках книжных, говорила, что очень надеюсь, трилогия станет не слабее, чем Таймлес. Я не ошибаюсь в своих ожиданиях. Они не то что не слабее, эти книги даже лучше, чем Таймлес, потому что Таймлес я могла предвосхитить чуть ли не все события. Всё было вполне себе ожидаемым. И поэтому никаких сюрпризов меня там не ждало. Я просто не создала чтение. А здесь сюрпризов полным-полно. Я не смогла ничего предсказать. Ну, кое-что смогла, но далеко не всё. И, значит, о чём речь? Кстати, вот Зильберг. Вам не хочется букву Г в конце подставить. Зильберг – это фамилия. Так и хочется сказать Зильберг. Это немецкая фамилия. И принадлежит она главной героине повествования, которая внезапно обнаруживает, что во сне может видеться с реальными людьми, которые знают, благодаря… То есть и это не сновидение. Она правда с ними видится. Она может с ними говорить. Она может даже заходить в сны других людей и смотреть, что они видят. Даже как-то разговаривать с ними. Более того, влиять на их решения, вызнавать какую-то информацию. Почему так случилось, я вам не скажу. Читайте книгу. Она правда этого стоит. Вернее, они. Ведь их три штуки читаются, они очень быстро. На одну книгу у меня уходило всего два дня. И при том, что я как бы очень занята, всё время что-то делаю. И на книге у меня в последнее время почти нет времени. «Повествование» ведётся в книгах от первого лица. И весьма занимательно, что в школе, где учатся главной героине, есть некая сплетница, которая ведёт блог. Она называется «Лили тайна». И пишет, что-то она в этом блоге, всякие пакости о учениках. Она знает такие вещи, которые, как бы, ну как она может знать? Ну никак. И такие странички, они оформлены в книге соответственно. Мне сразу вспомнился сериал «Сплетница». Я его, правда, не видела, но я слышала описание, и похоже. В общем, и вот странички этого блога, они расправляют основную сюжетную линию. Необычный ход. Всё написано очень восхитительно. Лёгкий язык, превосходное чувство юмора, хихикательные какие-то ситуации. Ну, просто чудо какое. Я очень надеюсь, что выйдет экранизация этих книг. Я тут пошуршала под сусеком и выяснила, что в Германии в 2016 году уже вышел первый фильм по первой книге из трилогии. Ну, правда, меня немножко напрягает, что «Сипл» прошло два года, а как бы не слышно о фильмах по другим книгам, может, он скуксился в проект, и как-то это было бы печально. Но вернёмся к нашим баранам. Линия к спискам лучших книг весны. И на первом месте вы готовы? Вы готовы? Барабанное удро. Это записки у изголовья Сейсина Оргон. Учитывая, что записки были написаны в Японии много столетий тому назад, стиль повествования очень лёгкий, изысканный, написанный каким-то летящим, воздушным языком. И это просто нечто. Это мне сразу представилось впервые. Я полезла узнавать в процессе чтения информацию об авторе книги, потому что написано так, пронизывающе, и сразу себя чувствуешь подругой автора, и хочется о нём знать как можно больше, больше и больше. И я прям искала информацию по ней, до такой степени была воодушевлена. Это замечательная шаг книга. Обязательно включите её в свой список для чтения, если вы ещё по какой-то вселенской ошибке её не читали. Вот такой мой список из лучших книг весны. По видео я оставлю ссылку на свой пост в блоге, где есть перечень всего, что я читаю. И вы можете полюбопытствовать и ознакомиться с тем, что я вообще в принципе читала это весной. Субтитры создавал DimaTorzok